Продолжение следует... 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 Проблемы хамства водителей, которые находятся за рулем. И также есть некачественные условия в троллейбусах и трамваях. Холодно, грязно. Как будет решаться эта проблема? Мы знаем, что происходит закупка новой техники, проводятся новые сети, допустим, в том же самом Октябрьском. Да, город на самом деле в силах управлять общественным транспортом муниципальным, потому что он ему принадлежит. На данный момент понятна ситуация с водителями, так как на них возложена еще функция обелечивания. На самом деле это противоречит нормам безопасности, когда водитель за рулем должен обелечивать, отвлекаться. Это повышает уровень раздражительности водителя. То есть с этим надо определенно что-то делать. Вводить систему карточного обелечивания, когда у каждого горожанина будет карточка, он, поднеся карточку к модулю контактному, сможет платить, и ему не надо будет отвлекать водителя. То есть уже приезжали компании, которые предлагали свои услуги. Данную систему планируется также начать внедрять. В этом году мы уже видели, что перегон до Жуковского кольца, перегон по дороге Богоявленская был освещен. И освещение было установлено на новые опоры, на которые предполагается также установить контактную сеть троллейбуса. Уже много лет мы все слышим обещания и планы городской власти пустить троллейбус в Богоявленская. В этом году команда городского головы уже сделала первый шаг. То есть уже установлены опоры. Но для того, чтобы закончить этот проект и определить, стоит ли дальше пускать опоры до проспекта Металлургов или до Водолея, или же можно будет закупить городу троллейбусы с запасом хода, так называемые добусы, когда троллейбус едет по контактной сети, потом сбрасывает рога и на аккумуляторе, на батарее может двигаться дальше. То есть для того, чтобы это все определить, необходимо создать стратегию развития транспорта, заказать определенные услуги у компаний специализированных, потому что на данный момент город не в состоянии самостоятельно ответить на все вопросы. Основной подход, который мы пропагандируем и пытаемся популяризировать, это подход принятия решений на основании научного подхода. То есть мы должны создать стратегию модель. Транспортная модель – это такой инструмент компьютерный, который балансирует спрос и предложение и позволяет определить самые оптимистичные сценарии. То есть компания, которая специализируется на этом, скажет нам, что нам целесообразно развивать, какой транспорт целесообразно закупать, добусы, троллейбусы, по каким маршрутам его пускать. Поэтому приоритетом должен стать в первую очередь общественный транспорт, а не автомобильный. Каждый год видим, что у нас ремонтируются дороги. Это правильно, когда речь идет о стратегически важных объектах и полосах движения общественного транспорта. Но мы гораздо реже видим какие-то действия в направлении общественного транспорта. Я надеюсь, что с этого года мы уже начнем такую традицию, тенденцию ежегодного усовершенствования общественного транспорта. Потому что муниципальным транспортом пользуются также социально незащищенные слои населения. Это пенсионеры, это льготчики. Там они могут свободно перемещаться по городу, в отличие от маршрута, где они постоянно наталкиваются на хамство или на нежелание. Очень часто есть случаи, когда льготников отказываются перевозить водителей. Они аргументируют это иногда, а иногда аргументируют, что у меня уже одно льготное место есть. На самом деле, к сожалению, коммерческие перевозчики ориентируются только на прибыль. Это является их основным приоритетом. Город и вообще любое общество, уровень развития любого общества зависит от того, как оно относится к самым слабым, к маломобильным, к пенсионерам, к людям с низким достатком. Поэтому муниципальный транспорт также обеспечивает социальную функцию. На данный момент он не может в полной мере конкурировать с маршрутками, но необходимо городу акцентировать на это внимание, прилагать максимум усилий, чтобы начать развитие. Я на самом деле очень болею за это. Мне гораздо комфортнее ехать в новом троллейбусе, там, где больше пространства, там, где нет ужасной музыки. Я знаю, что этот троллейбус есть на GPS-картах, потому что все троллейбусы, муниципальные трамваи снабжены GPS-датчиками. На основании этих данных можно будет подготовить интерактивное расписание, где каждый житель на остановке сможет посмотреть, когда прибудет троллейбус. То есть, на самом деле, мне и большинству жителей города важно, чтобы развивался муниципальный транспорт. Электротранспорт действительно развивается. Это видно по достижениям, которые уже достигнуты. Новая линия на перегоне действительно является прорывом. Хотелось бы узнать, будут ли в другие районы, в которых нет троллейбусной сети, проведены новые линии. Есть ли это в планах? Я надеюсь, что когда-то это случится, но это очень долгосрочная перспектива. Нельзя, наверное, даже было бы неправильно прокладывать новые линии в тот момент, когда у нас на самом деле в очень плачевном состоянии трамвайная сеть. Допустим, шпально-рельсовая решетка не модернизировалась много лет. Она создана по технологиям начала 20 века. Все гремит, в соседних зданиях вибрация, у вас в серванте трясется посуда. Пока мы не обновим то, что у нас есть, не модернизируем, но, наверное, было бы не совсем правильно новые ветки открывать. Но ветка в Богоявленске, она уже давно на стадии планирования. То есть ее так или иначе надо развивать, потому что жители Октябрьского и Богоявленского сталкиваются с большими проблемами. Моя знакомая живет на Жуково. Ей, чтобы в час пик приехать в город, она садится на маршрутку, едет на конечную, на Металлургов, а потом оттуда возвращается в город. То есть это недопустимо. В городе не должно быть таких ситуаций. Поэтому троллейбус должен быть запущен. Развитие электротранспорта очевидно, но в своем заявлении Александр Сенкевич также сказал, что маршрутки тоже не останутся без внимания. GPS-навигаторы будут введены и в маршрутки. Можно будет отслеживать, во-первых, движение этих маршруток, а также, что происходит в них. Хотелось бы об этом узнать подробнее и о том, как будет контролироваться качество, потому что мэр обещал, что все-таки будет все хорошо. На самом деле здоровая конкуренция – это нормально. Мы не можем полностью уйти от частных перевозчиков. Потому что если в какой-то момент мы скажем, что все, мы отказываемся от услуг, потому что они не соответствуют нашим требованиям, то город станет, потому что муниципальный транспорт не может обеспечить в полной мере потребности горожан. Но для того, чтобы повышалось качество перевозки в маршрутках, город должен создавать определенную конкуренцию. Он должен повышать качество муниципального транспорта, тогда часть пассажиров будет тяготеть к тому, чтобы пересесть на троллейбус и трамвай. Для этого частному перевозчику необходимо будет повышать качество. Но мэр и городская администрация требуют от маршрутчиков повышения качества перевозки, более качественного подвижного состава. Но, к сожалению, не всегда удается добиться этого. Это очень сложно. Действительно, в договорах с перевозчиками прописаны требования установки GPS-трекеров. Это позволит определять, все ли маршрутки есть на данный момент на маршруте, нет ли посторонних каких-то там машин неучтенных. Город предпринимает усилия в данном направлении, но, к сожалению, не все так просто с частными, так сказать, независимыми перевозчиками. Я был тоже на заседании городского головы с перевозчиками, где он жестко критиковал их и требовал повышения качества. Надеюсь, что это состоится в этом году. Мы тоже надеемся, что действительно общественный транспорт будет действительно на очень хорошем качественном уровне, чтобы наши обычные николаевцы, которые каждое утро добираются на работу, приезжали с хорошим настроением, и производство действительно процветало, а не начиналось от каких-то руганий и ссор. Да, это очень важно.